Где-то вот так вот. Повторно сработала сигнализация, охрана сообщила, что уже возгорание. То есть непосредственно они подъехали, увидели, что здесь полыхает пламя, ролета разбито, разбито окно, точнее, выломано ролета, разбито окно и, естественно, бросили туда, видимо, какую-то зажигательную смесь и все это подпалили. Это вызвало замыкание, вот выгорели провода, обгорели, упали здесь, как бы. И, естественно, как бы внутри все пришло в полную негодность. Пожарных вызывали? Полностью. Пожарных вызывали, вызвало сразу пожарных охрана и вызвало, мы вызвали милицию, составили акт, протоколы, как бы заполнили о том, что произошло данное. Сумму ущерба, верно, можно? Ой, сумму ущерба мы еще не подсчитывали, но она на вскидку будет составлять, ну, мне кажется, порядка, если брать все ремонты, стоимость оборудования, это не менее 150, а может и больше тысячи гривен. То есть, учитывая все работы, которые необходимо будет провести, учитывая стоимость товара, стоимость оборудования, которая сгорела при всем при этом, ну, естественно, плюс потерянное время, то, что мы сейчас, как бы, не можем работать в данных условиях. Милиция уголовное дело отказывает? Они обязаны были, как бы, по данному факту, открыть уголовное дело, так как экспертиза, пожарная экспертиза показала, что это является поджогом. То есть, это не короткое замыкание, это поджог. Ну, и на кого грешить? Ну, на кого грешить? Грешить можно на кого угодно, ну, в данной ситуации, как бы, мало верится, что это какие-то хулиганы просто. Это люди, которые знали, для чего они идут и куда они идут. То есть, это люди, заинтересованные в том, чтобы устранить меня, как ритуальщика с рынка ритуальных услуг. Ну, и слава без накурентов. Естественно. То есть, нападение на меня и на Татьяну Александровну неделя и ранее до этого случая, как бы, и сейчас вот этот поджог магазина свидетельствует о том, что не надо быть очень умным человеком, чтобы связать эти два факта и понять, что это все взаимосвязано. То есть,